В Красноармейском районе полицейские по горячим следам раскрыли грабеж. В полицию обратилась 41-летняя местная жительница, сообщив, что на улице трое неизвестных под угрозой применения насилия отобрали у ее 16-летнего сына сотовый телефон. По подозрению в совершении преступления оперативниками уголовного розыска подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались трое 20-летних волгоградцев. Местонахождение похищенного устанавливается, в отношении подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За грабеж им грозит до 7 лет лишения свободы. Полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже из продуктового магазина в городе Волжском. Накануне в полицию обратилась 38-летняя директор торговой точки, сообщив, что неизвестный в магазине, расположенном по улице Мира, ударив продавца, похитил продукты, после чего скрылся. Приметы разыскиваемого. Мужчина на вид 45-50 лет, среднего телосложения, был одет в пуховик черного цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета, черную вязаную шапку, на лице медицинская маска. Всех, кому известна какая-либо информация о личности подозреваемого, просим обращаться по телефонному управлению МВД России по городу Волжскому. 41-56-56-33-00-44 или 02. Мошенники продолжают обмануть волгоградцев под видом сотрудников правоохранительных органов. 650 тысяч рублей перечислила на счет неизвестного 35-летняя учительница из Ворошиловского района, после того, как ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Сообщив о совершенных незаконных операциях с банковским счетом, неизвестный убедил потерпевшего перевести денежные средства на якобы безопасный счет. А к пенсионеру из Краснооктябрьского района мошенницы пришли под видом работников пенсионного фонда. Две женщины проникли в квартиру и сообщили, что выплачивают компенсацию за вакцинацию. После их ухода мужчина обнаружил пропажу своих сбережений. Уважаемые граждане, будьте бдительны, не вступайте в диалог с мошенниками и не впускайте в свои дома неизвестных. Обо всех фактах противоправной деятельности, совершенной в отношении вас, незамедлительно сообщайте в полицию.